МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снегопад ожидается в первые дни весны в провинциях Карина, Игдир, Ардахан, Агри и Западной Армении. Весну Карс приветствовал сильными снегопадами. Деревья и растения покрыты снегом. В горных районах есть закрытые дороги. Горные козлы с трудом находят еду в горной местности зимой, поэтому часто спускаются на берег реки Тагар в Дерсиме. Гражданам удалось зафиксировать горных козлов, что очень редкое явление. Старший помощник президента Турции Раджепа Тайпе Эрдогана заявил, что Лозанский договор, положивший конец конфликту между Османской империей и ее союзниками, создавший современную границу между Турцией и Грецией, истекает, что позволяет Турции захватить ресурсы, в том числе ресурсы на севере Ирака. Максут Сирим, владеющий секретами Эрдогана, во время телефонного разговора в 2013 году отметил, что год, когда истекает срок действия Лозанского договора, статьи Лозанского договора теряют свою силу и настаивают на том, что Турция может получить доступ к подземным ресурсам, включая место рождения на севере Ирака. Договор Лозан был подписан в Швейцарии в 1923 году и установил границы между Турцией и Грецией. Прослушивание телефонных разговоров, полученных Nordic Monitor, были зарегистрированы 5 июня 2013 года в 1924, когда турецкая прокуратура расследовала дело Сирима как члена сети мошенников, в которой также участвовали высокопоставленные государственные чиновники, включая Эрдогана и членов его семьи. Полная статья доступна на нашем сайте. Дальнейшее развитие отношений с Грузией является одним из важнейших приоритетов внешней политики Армении. Об этом во время встречи со СМИ после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, сказал премьер-министр Армении Никола Пашиня. «Я более чем убежден, что для этого есть все предпосылки. Несомненно, что многовековая дружба, основанная на общих ценностях и историческом наследии, обеспечивает прочную основу, плодотворную почву для нашего сотрудничества», отметил Пашиня. Премьер-министр Республики Армении отмечает, что сегодня появились новые факторы, которые делают армяно-грузинскую дружбу неразделимой и еще более усиливают стремление к сотрудничеству. Вова Арзуманян, основатель и главный редактор газеты «Вартананг», рассказывает «Арцах Пресс», что идея создания газеты возникла год назад, в феврале, а первый номер вышел 3 марта. По его словам, вначале были некоторые трудности, но все препятствия были преодолены. Газета доступна не только населению Чартара, но и всем гражданам Арцаха и Армении, интересующимися духовной сферой. Печатные версии газеты «Вартананг» хранятся в Национальной библиотеке Армении, электронные версии доступны на веб-сайте Национальной библиотеки. Газета публикует интересные статьи об образовательных специалистах, квалифицированных педагогах и вообще в разных областях. Как передает агентство StepNews, что подкрепление сирийской арабской армии, в том числе бойцов 25-й дивизии, специального назначения прибывает в Эдлипскую зону до эскалации. Источник также передал, что ВВС Сирии совершили боевой вылет на юг провинции и нанесли авиаудар по турецкой автоколонии у города Сармин. По неподтвержденным данным, среди турецких военнослужащих, которые сопровождали колонну военной техники, есть раненые и убитые. Другой конвой турецкой армии пересек границу в пункте Баб-Аль-Хава на северо-западе страны. Согласно данным портала Аль-Маздар, в составе конвоя были как бронированные автомобили, так и танки и бульдозеры для возведения укреплений. Техника была направлена в район гор Азавия на севере Хамы, где боевики, поддерживая Манг-Арой, оппозиции пытаются не дать сирийской армии продвинуться дальше долины Аль-Габ. Предварительный мирный договор, заключенный в местечке Сан-Стефана, западный пригород Константинополя, 19 февраля 1878 года между Российской и Османской империями и завершившей русско-турецкую войну, имел огромное значение для освобождения балканских народов от Османской империи. Европейские державы не хотели согласиться с этими условиями. Великобритания, Австро-Венгрия желали любой ценой предотвратить, чтобы Россия получила выход к Средиземному морю. Предварительный мирный договор, заключенный в местечке Сан-Стефана, западный пригород Константинополя, 19 февраля 1878 года между Российской и Османской империями и завершившей русско-турецкую войну, имел огромное значение для освобождения балканских народов от Османской империи. Европейские державы не хотели соглашаться с этими условиями. Великобритания, Австро-Венгрия желали любой ценой предотвратить, чтобы Россия получила выход к Средиземному морю через своего сателита Болгарию. На Берлинском конгрессе почти полностью пересмотрены результаты Сан-Стефанского договора в ущерб России, Болгарии и Черногории. Соглашение от России написали Игнат Нелидов от Турции, Саврет Паша и Сахудалабей. Сан-Стефанский договор признал независимость Сербии, Черногории и Румынии, а их территория увеличилась. Босния и Герцеговины должны были образовать автономную область. Создавалось новое автономное славянское княжество на Балканах Болгария, которое включало этнические болгарские территории в Мюзии, Фракии и Македонии. Специальная статья договора 16 предусматривала административные реформы в Западной Армении. Успешный ход войны для России и освобождения части Западной Армении российскими войсками также дали надежды на освобождение армянских политических кругов. К сожалению, договор Сан-Стефана был пересмотрен вмешательством великих держав на Берлинской ассамблее 1878 года. Тем не менее, оно имело историческое значение для дальнейшего развития армянского вопроса. Впервые в истории имя Армения и армяне были упомянуты в Международном пакте. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тарон Синеш Пайтох Ахбир. Синеш Пайтох Ахбир. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!